Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю, вернее, я уже приготовил обалденные домашние колбаски-гриль. Летние колбаски-гриль. Очень вкусные и сочные. Вот столько колбасок. Здесь 6,5 метров колбасок. И я покажу, как их лучше всего приготовить, чтобы они получились вкусными. Дело в том, что я очень люблю и хорошо умею готовить обычные колбаски, жареные, которые всем нравятся. Но когда я попробовал по этому же рецепту сделать колбаски-гриль, абсолютно ничего не вышло. Я сделал выводы, и теперь я поделюсь с вами всеми секретами, какие дадут вам самые сочные, вкусные, прожаренные и нежные колбаски-гриль. Я сюда вложил весь свой опыт, всю работу над ошибками, какая бывает при приготовлении колбасок. И я с удовольствием делюсь с вами всеми-всеми секретами. Сейчас вы посмотрите, как я готовил сами колбаски. Здесь миллион секретов, которые сделают ваши колбаски-гриль самыми вкусными и самыми сочными. Смотрите, а я попробую колбаски с соусом Шри Рача. Это острый, супер острый соус из красного острого перца. Как сделать такой соус, ссылочка вот здесь сверху. Как раз уже через недельку-через две начинается сезон именно дозревания всех острых перчиков, и у вас будет возможность сделать обалденный острый соус Шри Рача. Приготовление колбасок-гриль отличается от приготовления обычной жареной колбасы, или домашней украинской колбасы, или просто колбасы в духовке, так же сильно, как приготовление тортика от приготовления борща. Поэтому, если вы большой специалист по деланию домашних колбас, жарите их на сковороде или печете их в духовке, то я почти уверен, что у вас абсолютно не получится колбаски-гриль. Здесь очень много нюансов и очень много секретов. И сейчас я в этом видео буду делиться с вами тем, как правильно и без ошибок сделать вкусные домашние колбаски-гриль, чтобы они были сочными, обалденно румяными и очень быстро готовились. Поэтому, первый секрет. Колбаски-гриль будут жариться очень быстро, поэтому мясо у них должно быть порезано очень мелко. Для того, чтобы добавить текстуру мясу, я из части мяса сделаю фарш, а самые красивые кусочки, у которых меньше всего жилок, я их мелко-мелко порежу. Но эта фракция нарезки будет намного мельче, чем тогда, когда я делал обычную домашнюю колбаску. То есть, максимум сантиметр на сантиметр. У меня прекрасный кусок свинины из задней ноги, поэтому я сейчас полностью вот эти все пленочки-жилочки вырезаю, беру самый красивый кусочек, 25% от веса мяса, и режу его на мелкие кусочки, а все остальное я перекручу на фарш. Также я буду использовать щековину из свиной головы, снимаю с нее шкурку, вырезаю вот эти все пленки, всю соединительную ткань, и пускаю ее на фарш. И очень тонкое сало, не знаю откуда. Я тоже с него снимаю шкурку. Шкуру, которую я снимаю, я буду использовать для варки бульонов. Она раз обалденный, густой, именно желирующее вещество, и бульончик будет классный. А все сало я очень мелко режу, где-то 5 на 5 миллиметров. Вот так смело я вырезаю все лишнее, что мне не нравится, и пускаю его на фарш. А вот такие красивые кусочки я буду резать целиком. Вот из такого красивого куска я сделаю маленькую нарезку, которая обеспечит обалденную текстуру у готовой колбаски гриль. И это будет не просто колбаса из фарша, похожая на магазинную непонятную колбаску. Это будет настоящая домашняя колбаска-гриль, очень вкусная и ароматная. Вот такие маленькие кусочки. Чем меньше кусочек, тем меньше нужно будет времени, чтобы он на огне, на живом огне дошел до готовности. Поэтому здесь нужно именно вот такие маленькие кусочки. А весь основной фарш я перекручу на самую крупную решетку мясорубки. Благодаря моему секрету, о котором вы узнаете немножко позже, колбаски получились именно с обалденной текстурой. Они и мягкие, и в них есть маленькие кусочки мяса, и малюсенькие кусочки сальца. Все раз только вкусно. Это самый большой секрет, как вкусно сделать колбаски. Смотрите дальше. Вот эти части на сале, они уже здесь меньше сала, а больше пленочек, поэтому я их перекручу на мясорубку. Все, что намотается на ножи и не перережется, это я уберу. Кожу для бульона я буду использовать полностью очищенной, поэтому я вот так хорошо, насколько можно, срезаю все сало. А вот такое тоненькое сало, оно очень дешевое. Я его купил по цене 40 рублей за килограмм. Сало даст домашним колбаскам гриль именно ту сочность, какая ценится всегда на природе, когда мы берем колбаску, и из нее течет сок. Какой аромат! Знаете, когда вы идете по лесу, и там кто-то жарит шашлычок, такой аромат жареного жирка свиного, а у вас ничего нет, и так хочется кушать. Вот такой аромат сейчас от этих колбасок. Сало я не подмораживал, оно и так прекрасно режется. Главное, чтобы нож был острый. Если ты хочешь узнать, как делать правильно колбаски гриль, чтобы они были сочными, быстро готовились и понравились всем твоим друзьям, оставайся со мной и смотри видео дальше. Я уже сделал фарш из задней ноги и щековины. Вот столько мяска я порезал для того, чтобы придать текстуру домашним колбаскам. Вот этот маленький кусочек сала с мясом, это щековина, которую я тоже порезал, и это тонкая часть сала. Как обычно, все описание рецепта смотри под видео. Вот столько у меня намоталось на нож пленок. Как только мясорубка начинала еле-еле хуже работать, я сразу ее выключал и вынимал вот это все. У меня хорошая, отличная, налаженная мясорубка. У нее очень острые ножи. Поэтому я не хотел, чтобы вот эти все пленочки были изрублены и попались в нее фаршики. Как только мясорубка начинала замедлять ход, я ее останавливал, и вот это все, что намоталось на нож, я убирал. Это прекрасная основа для бульона. Я добавляю ее к свиной шкуре и буду варить бульончик. А теперь я приготовлю обалденную летнюю смесь пряностей. Здесь будет волшебный, просто праздничный букет. Я буду использовать несколько коробочек кардамона, черный перчик, кориандр, мускатный орех, я его сейчас потру на терочке, несколько бутончиков воздички, совсем чуть-чуть зиры. Зира придаст маленькую пикантность, ее даже никто не заметит. Немного душистого перчика. А также вот здесь майоран. Я всегда оцениваю пряность по аромату. Если аромат подходит к блюду будущему, которое я готовлю, конечно же, я ее добавляю. Поэтому я не ищу, как правильно и сколько добавить пряностей. Я просто нюхаю ее и представляю, как она раскроется в готовом блюде. Майоранчик прекрасно сюда подойдет. Вот здесь кандари. Вот кандари обалденно. Хотел сказать, понюхайте. Просто дал оператору понюхать и вам. Кандари классно пахнет. Обязательно добавлю кандари. И немного орегано. Класс. Сейчас я это все измельчу. И вот столько чесночка я очень мелко изрублю. Обычно, когда я готовлю домашние колбаски или украинскую колбасу, я не так много кладу чеснока, потому что это готовится в холодное время года. И слишком сильный аромат зимнего чеснока, он будет не такой пикантный в готовом блюде. Но сейчас колбаски летние, мы будем на природе. Чесночок молоденький. Он очень нежно пахнет, поэтому даже когда я его положу очень много, то он просто добавит вкуса к готовым колбаскам гриль. Для того, чтобы узнать, сколько соли нужно положить в колбаски гриль, нужно взвесить все, что у меня есть. Я уже взвесил вот такой большой поднос. Он весит 557 грамм. И теперь я на него аккуратно выкладываю все компоненты колбасок. Колбаски и свининки готовятся быстро, легко. Теперь я покажу, сколько я буду класть разных пряностей. Майоран. Майоран, я думаю, вот такой чайной ложечки будет достаточно. Кандари намного ярче аромат. Я положу вот так, две трети. Орегано более нейтральный аромат. И вот уже чайную ложку. Вот это получилось тертый мускатный орех. А вот это те пряности, какие я измельчил. Вот столько чеснока, но он настолько легкий, настолько приятный в аромате. Классно. И теперь чесночок сюда выкладываю. Мелко порубленный. У меня получилось 3 килограмма обалденного фарша для колбаса гриль. Сейчас его аккуратненько перемешиваю, чтобы все это просто перемешалось, но без фанатизма, чтобы сало, которое есть, не размазалось. И приступим дальше. Дальше еще есть очень много секретов, которые позволят вам сделать супер вкусный летний колбаский гриль. Оставайтесь со мной, и вы узнаете обо всех этих хитростях. Как же пахнет. Дым. Острый перчик, шерачка. Целая огромная тарелка колбасок на гриле. О-о-о. Друзья, я не на базар собрался. Именно столько зелени я буду использовать для колбасок гриля. Конечно, мне самому кажется, это очень новое, но сейчас вы узнаете, что это совершенно не так. Здесь два пучка кинзы. Кинзы я буду использовать вместе с хвостиками. Они очень нежные и обалденно вкусные. Вот это петрушка. У петрушки я вот столько хвостом отрезаю, вяжу их в пучки и буду использовать для варки вкусных бульонов. А совсем вот столько, чуть-чуть травки остается. И три огромных пучка базилика. Но они просто на вид огромные. Я буду использовать одни листики. Хвостики уберутся. И когда всю зелень я помою и порежу, вы увидите, что там будет вот такая маленькая-маленькая пиалочка. Колбаски с зеленью намного вкуснее, сочнее и ароматнее. Поэтому это ваше дело, как вы будете делать, какие травки будете добавлять. Но именно я в своем рецепте буду использовать обязательно все травки. Вот столько зелени получилось, когда ее мелко-мелко порезал. Всего свежей ароматной зелени здесь получилось 760 грамм. Сначала я перемешиваю вот это все. Я думаю, поднос уже здесь будет лишним. Поэтому буду работать на столе. Уже прямо сейчас хочется скушать настолько фаршик. Вкусный и ароматный. На этом секреты приготовления вкусных колбасок гриль не заканчиваются. Еще в запасе очень много нюансов, без которых колбаски не получатся вкусными и сочными. Приступаю к следующему секрету. Если даже сейчас набить фарш в колбасной оболочке, все равно колбаски получатся сухими. Хотя здесь достаточное количество жирка. Чтобы фаршик стал более жидким и вкусным, я добавляю сюда еще мороженый бульон. Именно бульон, а не воду, потому что зачем же нам вкусный концентрированный аромат и вкус самого фарша разбавлять водой. У меня бульона всегда в достаточном количестве. Я достал его из морозильника и вот так хорошо смешиваю. Таким образом я делаю фарш консистенции такой, которая будет прекрасно набиваться в сами оболочки. И еще сам фаршик будет намного сочнее. И когда будем колбаски жарить, это даст свои результаты. для колбасок я использую натуральные свиные оболочки. Я их сам очень быстро почистил. Это на самом деле очень легко и быстро и просто. Как быстро, легко и просто почистить свиные кишки для колбасных оболочек, смотрите, ссылочка вот здесь сверху. Они уже полностью промыты. Теперь я одеваю свиную кишку на вот такую самую простую насадку и приступаю к набивке колбас. Теперь будет еще один секрет. Фаршик уже появился из конца оболочки и я ее завязываю на узел. А сейчас вы узнаете самый важный секрет, как сделать так, чтобы колбаски готовились очень быстро, были правильно прожаренными и оставались сочными. Дело в том, что когда мы готовим обычную колбасу, мы сначала ее обжариваем, а потом доводим до готовности в духовке или в жарочном шкафу. Когда мы работаем с грилем или с открытым огнем, у нас жар идет только с одной стороны и время для того, чтобы колбаски приготовились у нас ограниченное. Если мы будем очень долго греть колбаски на огне, они просто станут слишком сухими. Поэтому колбаса должна быть вот такая плоская. Я ее приплескиваю и набивка очень-очень легкая. Как только я положу колбаски на гриль, они начнут сразу раздуваться и увеличиваться в объеме. Поэтому нужно вот так делать такие плоские-плоские колбаски. И еще один нюанс. Их нельзя заворачивать в колечко. Потому что если я сверну колбаски в колечко вот так, то вся внутренняя сторона, которая вот так соприкасается, она не будет подвергаться термообработке. Будет беленькая и некрасивая. И именно в этих местах фарш будет сыроват. И мы будем стараться довести колбаски до готовности, чтобы вот здесь уже внутри все тоже прожарилось. А вся остальная часть колбасы будет пересушиваться. Поэтому колбаски я буду делать вот такими ровными и длинными. Я сделал 6,5 метров колбасок гриль. 6,5 метров. Это не в килограммах, это в метрах. Обалденно! Очень вкусно. Но на этом мои секреты не заканчиваются. Потому что еще очень много секретов, как правильно и вкусно жарить колбаски гриль, чтобы они получились обалденно сочными, прожаренными и свеженькими. Оставайтесь со мной и смотрите дальше. Головы от пшеничного самогона обалденное средство для розжига любого костра. Но настолько агрессивные, настолько вредные, что крышка для пива даже лопнула от того, что эти все пары от голов ее разъели. Поэтому всегда, когда мы делаем самогон, нужно отбирать головы. А как сделать самый вкусный зерновой самогон, смотрите, ссылочка вот здесь сверху. Вот здесь у меня фритюр. Это часть жира бараньего, которая не используется никуда. Я немножко этого фритюра нагрею на углях. Уольки уже все прогорели, решеточка прогрелась. Я разогреваю фритюр для того, чтобы он стал жидненьким. Для того, чтобы колбаски для гриля получились самым лучшим образом, я их приплюскиваю, чтобы они имели плоскую форму. И тогда в процессе приготовления они все равно раздуется и станут круглыми. Вот так. А теперь я их хорошенечко смазываю растопленным фритюром. Это бараний жир. Можно смазывать и растительным маслом, и говяжьим, и свиным жиром, какой у вас есть. У решетка уже прогрелась, и я теперь ее вытираю от всех частичек, какие на нее попали. И с другой стороны я тоже хорошо смазываю. Чтобы решетка хорошо работала, я ее смазываю тоже фритюрчиком. жар отличный. Начиная. Решетка жирком смазана, колбаски жирком смазаны. Выкладываю. Вот такая огромная решетка это решетка размером 600 на 400 миллиметров из прута из квадрата десятки. Я ее сделал сам. Эта решетка позволит для любой компании и большой и маленькой приготовить самые вкусные блюда самым лучшим образом. Друзья, если вам понравилась такая решетка, пишите мне на электронную почту и мы договоримся как она появится у вас. Колбаски хорошо жарятся, но вот здесь, где есть слишком сильная набивка, они все равно лопаются. То есть набивка должна быть очень-очень слабенькая, все равно рука дрогнула, я решил немножко набить и она лопнула. Поэтому делайте выводы, для колбасы греть нужна нужна очень слабенькая набивка. А отверстия в оболочке кишок я специально не делаю, потому что при слабой набивке хватает этого пространства, чтобы кишка не лопалась. Красное сухое вино очень хорошо будет подчеркивать вкус колбасок. А у меня два вида шрирачи одна вот такая темная, она более карамелизированная, очень вкусная и даже чуть-чуть менее острая. Очень-очень вкусно, именно к колбаскам гриль прекрасно подходит соус шрирача, горчичка сюда идет меньше, а горчичка подойдет лучше к обычной украинской жареной колбасе. А как сделать такую колбасу это совершенно другая история и правила для этих колбасок сюда не относятся, поэтому с удовольствием поделюсь с вами ссылочкой как сделать вкусную украинскую домашнюю колбаску. Друзья, если вам понравилось мое видео, пишите комментарии, как готовите колбаски гриль вы, какие колбаски вы любите, что следующее вам приготовить, ставьте вот такие огромные лайки, подписывайтесь на мой канал, ссылочка для подписки вот здесь внизу, вот здесь рядышком есть колокольчик, нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале и помните кухня это самое спокойное место